Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Они поют с душой и для души. Те, для кого доблесть и отвага и настоящая дружба не пустые слова. Они вспоминают, глядя в голубое небо. Десантники. Ансамбль ВДВ «Голубые береты» 26 февраля выступил на сцене филармонии. В зале был полный аншлаг. Организаторы концерта продали все билеты. «Голубые береты» поднимали Олимпийский и Кремлевский дворец. А сейчас их стоя приветствует Чита. Мы были удивлены, когда увидели, что полный зал любит настоящие песни. Песни настоящих мужчин, песни о патриотизме, о любви к родине. Зал пел вместе с Юрием Слатовым, Денисом Платоновым и Дмитрием Вахрушиным. А звукорежиссер Егор Сердечный руководил за пультом. Читинцы подпевали и смеялись вместе с музыкантами. Юрий Слатов рассказывал интересные моменты из жизни группы, а также делился своими впечатлениями от гастролей. Музыканты не верили, что в Чите можно собрать полный зал и что здесь, в Забайкале, у них столько фанатов. Послушать песни о войне и о родине, о настоящей дружбе, о десантниках пришли все, от мала до велика. Поменялся ли смысл песен с 91-го года? Да он не может не меняться. Потому что война, это война, мы о войне пели, поем. Извините меня, когда мы поем о другом, совершенно другое. И плюс ко всему, у нас и страна меняется, и мы меняемся. Естественно, и осмысление все тоже меняется. Как бы песни, получается, взрослеют вместе с вами, можно так сказать? И взрослеют тоже, согласен, абсолютно. То есть, вот сегодня в Чите публика вас приняла хорошо, вам понравилась публика? Как обычно, поверите, это наши нормальные русские люди. И на наши концерты чужие ходить не будут. На наши концерты ходят наши, кто за нас всегда переживал, будут переживать. Наши десантники, афганские, чеченые, вот они всегда ходили и будут ходить. И поэтому реакция у наших людей абсолютно однозначная. Кто-то, кто постарше, он, конечно, менее эмоционален. Кто помоложе, более эмоционален. А так, в принципе. Иди сюда, братка, иди, иди. Иди тоже пару слов скажи. Вот сейчас подходила девчонка, совсем молоденькая, родилась позже, чем была образована ансамбль. И она ученики искренне сказала, она в тельняшке. И говорит, спасибо вам, мы на ваших песнях растем. И вот такими мы стали, благодаря вам. Сегодня ведущая на телевидении, она сказала, родилась одновременно, в один год с ансамблем. То есть, целое, уже больше поколения выросли людей. Есть уже люди, которые давно полковники, скоро генералами будут. А выросли, вот, с пацанов, которые школу заканчивали. И достаточно часто мы таких встречаем. Говорит, я ваших песен наслушался, пошел поступать в военное училище, а мог бы человеком стать. Зал встал, когда зазвучали первые аккорды песни, ставшие гимном ВДВ «Синева», которую впервые они исполнили еще в 80-х годах. Первый концерт ансамбля «Голубые береты» состоялся в Афганистане вечером 19 ноября 1985 года в солдатском клубе 350-го гвардейского парашютно-десантного полка. 19 ноября стало днем рождения ансамбля. Летом 87-го записан первый диск «Гигант», который в кратчайший срок стал платиновым. Эта пластинка, как показала прос ТАСС, вошла в десятку самых популярных в стране. В октябре 87-го ансамбль впервые приехал в Москву. Участвовал в концертах на самых престижных площадках столицы – концертном зале «Россия», Кремлевском дворце, театре «Эстрады», Лужниках и Олимпийском. В августе 91-го приказом министра обороны СССР утверждено штатное расписание отдельного концертного ансамбля ВДВ «Голубые береты». А в 94-м году приказом министра обороны Российской Федерации генерала армии Павла Грачева утверждено положение концертом ансамбля ВДВ «Голубые береты» в составе 47-го ансамбля песни и пляски ВДВ. Отметим, что ансамбль «Голубые береты» – это единственный музыкальный коллектив в вооруженных силах России, где все участники являются заслуженными артистами Российской Федерации. Чита в восторге от ансамбля ВДВ. И после концерта зрители долго не отпускали музыкантов, которые раздавали автографы, и не могли отказать ни одному желающему сфотографироваться с ними. «Пусть их добрые и честные песни всегда согревают людей, а небо для них всегда будет синим». Александра Леонтьева, Анна Кулигина для «Забонфору». «Это сказочная пыль, а не сказка в Адрия!» «Но это мир не уходит, это сказочная пыль, а не сказка в Адрия!»